и снова здравствуйте друзья и снова мы на нашем с вами уютном канале для того чтобы как всегда познакомиться с чем-нибудь интересным и сегодня сегодня мы с вами откроем ящик пандоры друзья ну или ладно вот этот коробок с надписью nice hck в котором лежат дорогущие флагманские наушники этого бренда f3 стоит они сейчас ни много ни мало 219 долларов или 14700 с лишним рублей прикиньте только 14000 друзья сзади на коробке есть белая наклейка где всего-то указали номер модели тип наушников in ear и достаточно сухо представили гибридную составляющую этих наушников но а я от себя еще приукрашу более точными данными это один 10 миллиметровый планарный драйвер отвечающий за проработку средних частот 5 миллиметровый динамический призванный обрабатывать низкие частоты и кастомная балансная арматура которая здесь для того чтобы донести до нас самые тонкие отзвуки высоких частот что еще интерфейс двух пиновый цвет silver серебристый да и сразу наверное озвучу характеристики этих наушников чтобы уже к техническим моментам не возвращаться мне кажется что так будет правильнее сопротивление 16 ом чувствительность 95 децибел а вот диапазон воспроизводимых частот 20 герц тире 28 килогерц а это уже друзья содержимое коробки наушников за 219 долларов чехол на замке с логотипом производителя упакованные по отдельности зип-пакеты корпуса наушников и три пары белых силиконовых амбушюр и конечно же есть съемный кабель который здесь но очень уж крутой и добротный только поглядите на него он восьми жильный посеребренный эластичный в то же время плотный действительно добротный короче мощный коннектор и по 0 78 миллиметров расположились на алюминиевых цилиндрах на которых есть буквенное обозначение каналов заушины как водится в последнее время без каркасные сформированные под форму уха термоусадкой вот посмотрите на бегунок делитель он изготовлен из прозрачного пластика и похож на крупную бусину цилиндр разветвителя тоже имеет алюминиевую оболочку с нанесенным на него именем бренда не кабель супер штекер прямой и массивный с приталенной серединой для удобного хвата короче кабель the best друзья ну что пора взглянуть на эти необыкновенные ртутные корпуса да уж на что только не идет производитель чтобы привлечь внимание покупателя кстати на страничке с товаром у продавца описанию процесса изготовления этих корпусов отведено немало места и при желании можете почитать если захотите я лишь остановлюсь на ключевых аспектах штуки эти достаточно крупные и у меня есть желание сравнить их с чем-нибудь ну например с tfz king или crn x6 и разница в размерах я думаю видно невооруженным глазом изготовлены корпуса полностью из авиационного алюминия с применением вакуумного покрытия покрыли по всей видимости хромом отчего они вот так зеркально блестят и переливаются как жидкий металл в них с легкостью можно увидеть свое отражение вот сейчас я вам машу и передаю привет ладно внутренняя часть наушников полностью повторять строение изгибы ушной раковины здесь же видим первое компенсационное отверстие а второе расположилось немного выше звуководы конечно же имеет удобный угол наклона и имеет заметно выступающий бортик для более надежного удержания амбушюр и прикрыты они перфорированной пластиной с очень частыми отверстиями а вообще создается такое впечатление что звуководы съемные ведь правда но нет это только иллюзия пробовал их открутить и безрезультатно а сверху разместилась утопленная в корпус пластиковая основа с разъемами кстати соединение с кабелем обеспечивается очень даже надежная и конечно же многим будет интересно как эти наушники сидят в ушах и смотрятся у меня наушники такого типа а в ушах сидят просто изумительно проверено многими моделями например тендеринхи тди один качество изоляции зависит от ваших анатомических особенностей в первую очередь естественно от выбранных вами амбушюр и мне кажется что здесь она просто отличная ну и пора уже наконец начать разговаривать про звук друзья наушники пытал с плеером color fly c10 и юсб цап да да кул диэй 134 который подключался macbook pro весь материал был в лослис и весь этот материал вы как всегда сможете скачать по ссылке которая будет ждать вас под видео исторические психологические у нас людей любящих хороший звук наверное сложилось так что чем дороже наушники или плеер тем круче они должны звучать но признайтесь же друзья многие из нас ждут чего-то невероятного приобретая новые наушники на двадцатку дороже предыдущих старых но я тогда признаюсь да я такой не хочу верить что купив наушники подороже получу целый оркестр в уши а в случае с nice htk f3 наверное целых три оркестра однако ребята получил всего лишь три у каких-то пьяных шансоне у которых тому же вместо инструментов были ржавые тонкие жестяные листы и пилы звук в f3 именно такой тонкий скрижечащий и плоский не знаю возможно это есть новый вид какого-то особенного мониторного звука остается только гадать и первая мысль которая возникает сразу это брак да наверное я получил бракованные наушники но нет друзья достаточно почитать профильную ветку посвященную этим наушникам на плеере ru чтобы понять что это и есть их настоящий звук сразу сейчас скажу что не длительный прогрев не смена источника не замена амбушюр и тем более кабеля никаких изменений в звук не привнесла жалеть сейчас меня и мой исхудавший на 220 долларов кошелек друзья не стоит слава дяде славе я их не покупал и своих денег на них не тратил для обзора совершенно бесплатно мне их выслал хозяин магазина nice htk сам джимми похоже это было в первый последний раз после такого-то обзора но как бы то ни было едем дальше акцента на низких частотах тут нет потому что и самих низких частот тоже нет короче баса почти нет вернее он присутствует в качестве какого-то зародыша глубины нет панча нет текстур тоже нет есть немного сухого mid bass от которого толка практически 0 что-то пытается щелкнуть что-то невнятное пытается ударить вот так ну не понятно что именно и где какие там артикуляции и объем об этом вообще и не может быть и речи в этих наушниках вот например насыщенный трек дисекшн от моих любимых джазовиков shop который я прекрасно знаю как должен звучать своими мощными ударными бочками которые тут записаны но просто изумительно и как пусто и тонко и невыразительно они звучат в этих наушниках но стоит их поменять на наушники tfz king стоит который гораздо дешевле и в третьих как ваши уши начинают буквально расцветать и шевелиться от удовольствия полученного четкого и красивого слоистого баса и буквально благодарить вас за это музыка сразу приобретает смысл и буквально наполняется разнообразием разных абертонов и мелких деталей вроде то же самое классные барабаны в треке сейчас найду его гол робот от red hot chili peppers превращается в какой-то невзрачное цоканье и щелчки пальцами ну ребят говорю как есть и это обидно и больно и непонятно немного динамический излучатель плюс планар и такое невосполнимое горе средние частоты уже чем-то похожи на примитивные средние однако лишены жизни и воздуха абсолютно все инструменты звучат в этом диапазоне ровно бездушно и плоско будто в 2d а это только цветочки друзья давайте я добавлю сюда узкую сцену неграмотно согласованные драйверы и вот тогда-то картину можно считать завершенной гитары клавиши струны духовые напрочь лишены здесь натуральности и звучат заметным ты бральным искажением ну и собственные голоса также мелизма и гармоники увы это не про эти наушники я не хочу ставить в качестве примера какую-то сложную металлическую композицию дабы окончательно не испортить настроение не вам не себе а поставлю что-то попроще например композицию огайо от justice хотя и этим тоже можно испортить настроение не меньше чем роком вот и послушайте вступление с испорченным вокалом и общей отвратительной инструментальной какофонии и высокие о которых я вам еще не говорил но вот теперь и говорю тоже послушайте здесь и после этого описывать их смысла честно нет друзья все и так ясно как они мне представляется стоит выше описанная пьяная трио и сыпет с высоты песок разного калибра в перемешку со стеклом на тонкий жестяной лист поэтому музыки мы слышим отдаленное шипение свист и металлический скрежет . друзья и на самом деле жалко что так вышло ли вернее не вышло что-то в последнее время с новаторскими новинками у этого производителя как-то не очень срастается ведь были же удачные классные настищики м6 и до сих пор вспоминая их с неким теплом потом вышла свет невнятная модель m3 с пьезоэлементом который меня не очень впечатлило и теперь вот это жаль серьезно идея это на самом деле классно и наверное если бы китайские производители по привычке своей не поторопились и все грамотно настроили то возможно мы бы и получили три оркестра в уши и за такое было бы уже не так жалко отдавать те же 200 с лишним долларов реальная же цена этим ну даже затрудняюсь сказать возьмите любые недорогие гибриды из наших последних обзоров и наверное любые из них звучат гораздо интереснее ну например пусть те же kz sn pro ну или недавние динамические мундру кресен точно рвут эти в клочья при том что стоят всего 30 долларов моя оценка этим наушникам друзья за дизайн материалы технологию изготовления корпусов наикрутейший вот этот кабель твердая пятерка за саму идею тоже пятерка за реализацию звука твердая двойка но это друзья всего лишь моя субъективная оценка этим наушникам если у вас есть вдруг эти наушники и вы не согласны с моими выводами то друзья милости прошу отстаивать свое мнение в комментариях я только за на этом все надолго не расходимся ребята впереди у нас еще много всего интересного в инфобоксе приличия ради оставлю ссылочку для смельчаков которые спешат таки расстаться с двумя сотнями зеленых возможно ради экспериментов не забываем поставить лайк под видео ударить в колокол и подписаться на нас везде а с вами был канал с вами человек максим юлия и наушники найти чеки f3 всем пока